Как говорят эксперты, цены повышаются из-за сезонных изменений. Лекарства весной, стройматериалы летом, из-за роста инфляции, в этом году аж 9%, а еще из-за возникшего ажиотажного спроса. Мы спросили у прохожих, заметили ли они рост цен в соликамских магазинах. Так естественно, сейчас идут с магазина. На какие товары в основном цены повысились? На все продуктовые. Не только продуктовые, по-моему, и на хозяйственные тоже. Наверное. Раз пенсионеры, как и не заметить, очень даже. Даже вот сейчас хотела купить сахар, и того нету. Ни в монетке, ни в этом. В общем, очень плохо. А в аптеке были? В аптеке была, но я покупаю такие, которые для меня еще пока дешевые. Да, заметил. На что в основном цена повысилась? Ну, продукты первой необходимости. Я совершенно против повышения цены на продукты. Чем это обусловлено? Хочется задать вопрос. А на какие продукты в основном цены повысились? Ну, на сахар. Это первая необходимость. Сахар-то у нас все-таки, как без сахара. Ну, а что мы сделаем? Ну, естественно, это сахар, это что, обалдеть. Цена сахара стала какая. Ну, а что мы можем вот сделать? Что мы сделаем? Скажите, пенсионеры-то особенно. Российские власти работают над тем, чтобы не допустить роста цен. Наценку на товары первой необходимости, которую делают торговые сети, ограничили до 5%. Так, например, в Пермском крае создан штаб по мониторингу цен, который будет жестко реагировать на необоснованные накрутки продавцов. В таких случаях планируют привлекать антимонопольную службу и прокуратуру. В Соликамской городской прокуратуре организован ежедневный мониторинг цен на социально значимые продукты питания, на важнейшие лекарственные средства. Поэтому граждане могут обратиться в прокуратуру по телефону прямой горячей линии с 17 до 18 часов по номеру 3-95-65. Каждое сообщение будет отработано, каждая аптека будет проверена, магазин и в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Еще раз напомним телефон, по которому можно жаловаться на необоснованное, по вашему мнению, повышение цен. Олеся Петровичева, Михаил Морошкин, телекомпания Соль-ТВ.